Всем подписчикам привет! Сейчас хотел вам показать результаты эксперимента, который показывает, сколько у нас энергии тратится холодовой. Зря выкидываем мы ее. Эксперимент простой. Мы используем печку керамическую для приготовления пищи, беспламенную. А баллон из абутана, из которого идет истечение газа, сжиженный газ, он в этот момент охлаждается. Охлаждается до температур, которые позволяют застыть в воде. В эту камеру, эта банка простая, стеклянная, налито где-то 70 граммов воды. Вон на днище этой банки налито. И этот у нас агрегат помещен в термоизолированный бокс. Для чего? Чтобы не было потерь у нас холода. Вы приготовляете пищу на своей плите. Можно пламенной, можно беспламенной. И в этот момент у вас идет и получение холодовой энергии. То есть получение холодное охлаждение воды или вашего какого-либо термоизолированного бокса. То есть есть сумки сейчас, холодильники. А источником для них должен быть аккумулятор холодовой энергии. Вот видите, температура падает, как внутри нее. То есть у меня помещен термодатчик на дно этой, на моей банке. Видите, 2,5 идет падение температуры. А в этот момент мы приготавливаем пищу. Вот температура, которую показывает датчик на дне банки. 1,9 градуса. Там начал образовываться лед. Поэтому температура падает медленно. 1,8. Видите. Вода уже начинает закипать. Ну вот вода у нас закипела уже. Видите, закипела вода. А температура, мы снимаем ее с плитки. И закрываем свой газовый баллон. Закрываем. Температура на дне по датчику показывает 1,0 градуса. Это говорит о том, что здесь уже начал образовываться лед. Я сейчас покажу вам. Вот он у нас баллон. Вот он. И датчик. То есть на дне уже температура 1,9. Видите, да? Если бы немножечко еще подольше подержали, то мы бы заморозили вот этот весь объем воды. Вытаскиваем датчик. Смысл в чем? Для того, чтобы вы не теряли холод, то есть энергию, которую дает нам, так сказать, Господь Бог, мы сюда заливаем вместо воды раствор соли, который имеет меньшую температуру застывания. То есть будет являться аккумулятором соли. И потом этот баллон вытаскиваем, приготовленную другую порцию еды. А вот эту порцию закрываем крышкой и используем ее как аккумулятор холода, то есть для охлаждения наших продуктов, напитков. Вот такой практически смысл применения вот этой энергии, которая выделяется при испарении изобутана. Спасибо всем за внимание. Я думаю, что было интересно. Спасибо. 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 Спасибо.